Девушки отдыхают Знаешь что? Мне, конечно, льстит то, что тобой интересуются всякие медийные лица. Я ревную. Все, решено. За меня. Мы сегодня будем. Все время вместе. Да. В смысле нет. Подожди, мне надо отойти. Нет, 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 нет. Не вместе. Нет, не в этом смысле. Мне правда нужно отойти. Вот. Сейчас приду. Работает. С этой сережкой ты сможешь завоевать любую женщину. Стоит лишь бросить на нее взгляд. А я уже нашел девушку с своей мечты. Можно, пожалуйста, сделать так, чтобы уже вот эта штучка не работала на других? Ну, ты неплохо знаешь мою жизнь. Не так ли? Ну, да. Разрешите? Ну, да. Угу. Готова? Да-да. Только ты снимай так, чтобы не было видно, что гости не густо. Ага. Давай. Может, Дженни пришёл? Я надеюсь, я не опоздала. Пончик, ты посмотри, что мама подарила. Салют! О, я вижу, все в сборе! Привет, мамуль! А это Димина скрипка, да? Та самая? Да, я нашла мастера, который её починил. Ты сыграешь нам что-нибудь? Ну, мам… Ты знаешь, мам, это отличный подарок. Ну, ты просто всегда в своём репертуаре. О, ты сменила стиль. Неплохо, неплохо. Хотя тебе пошло бы посвободнее. Я прикрыла бы ноги, живот, ну и грудь немножко. Хотя цвет не твой. Да давай меня всю прикроем. Ой, да не заводись ты на пустом месте. Ну да, действительно, пустое место. Так, тебе надо с собой что-то делать. Ты вечно не в настроении. Ты знаешь, мам, у меня всё нормально с настроением, когда мне его не портят. Почему ты считаешь, что мне нужна только критика? То не так, это не так. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу! У меня уже передозировка, мам! Почему я не могу жить так, как мне хочется? Подождите, вы давно живёте, как вам хочется. Вы съехали! И что? И что в итоге? Сейчас с учём не перепадёт. И ещё. Если бы мы не съехали, мы бы умом тронулись, мам. И кстати, скрипка не сама сломалась. Её Дима сломал. Потому что он ненавидел эту скрипку. И только тебя огорчать не хотел. Сынок, это правда, насчёт скрипки? Чайку. 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 А мы куда-то переезжаем? А, котик, ты уже проснулся? Ну… Ну, вот, накрылся мой сюрприз. А какой сюрприз? Ну, я просто хотела навести порядок, чтобы можно было позвать к нам гостей. Не стыдно было. Ну, котик, извини, я просто… Они не помещались в коробку, и мне пришлось их утрамбовать. Вообще, ты сам должен был давным-давно вот от этого всего избавиться. В конце концов, я в одном журнале читала, что нужно освобождать свое жизненное пространство от всякого хлама. Да какого хлама? Это не хлам, а дорогие для меня вещи. Это пылесборники! Это не пылесборники, это памятные подарки. Для тебя что, вообще ничего святого нет? Сейчас ты меня очень сильно обижаешь. А ты… ты… Рез forth! Рез Dracula Escore Резическая鋼 Рез сAND И шлей16 Резы Берса С novoел Субтитры делал DimaTorzok А я на тебя уже не обижаюсь Все равно, давай сходим куда-нибудь, или я тебе куплю что-нибудь А ты уже купил Что? Как это купил? Здрасте Вам парфюмерия Это, я так понимаю, вам парфюмерия Как тебе? А это вам, молодой человек, счет Пожалуйста, подпишите А где? Сколько? Так Котик, ну я об этом полгода мечтала Ну что? Не-не-не, я сейчас Я попробую собрать нужды с ума Спасибо Пожалуйста Сейчас я Как ты относишься к джазу? О, ну джаз я, конечно, уважаю, но... Маме достались два билета на Вайцмана, может... А Вайцман это пианист? Трубач, балда! Это же самый великий трубач всех времен и народов! Да я как-то трубу... Не особо... Извини Да, алло! У тебя чехол для телефона есть или мне купить? Не понял, зачем мне? Да не тебе, а мне, дубина! Завтра срок от Светчулок Беляевой, как я понимаю, не изменился А-а-а... Ну да, я понимаю Тетя Алла, не покупайте этот смартфон, он вам не подойдет Тетка из Нижнего Тагила приехала, хотел смартфон купить, но я ее отговорил, она все равно ничего там не поймет Так во сколько ты говоришь с начала концерта? В сейв В сейв, отлично Ликачка, а давай сразу договоримся в этом месяце без ссор, ладно? Иначе я до зарплаты не дотяну, честное слово Да, кстати, я как раз таки подумала о том, что тебе нужно взять еще одну работу Ты знаешь, я как раз собирался взять учеников Ну, какие ученики? Тебе нужна настоящая работа Может, позвоним Эдику? Какому Эдику? Эдик, это мой брат, у него свой строительный бизнес, ему как раз таки нужен продавец на ночь Алло, систр А ты уверена, что он потянет? Нет, просто он какой-то не такой В общем так, работать будешь ночью Получаешь повышенную ставку плюс процент с продаж На третий рабочий день получишь премию За что? За то, что выдержал Лично мне кажется, что ты здесь больше двух суток не протянешь Дорогие друзья, добрый вечер Сегодня нас с вами ждут небольшие изменения Заявленный ранее мой большой друг Игорь Анатольевич Вайцман К сожалению, сегодня почувствовал себя плохо И вместо него, друзья, здоровье превыше всего И вместо него выступит молодая группа джазовая трио под названием «Морской бульвар» Друзья, вы, конечно, можете покинуть стены нашего уютного заведения, сдать билеты Но я вам все-таки советую остаться и поддержать молодых ребят Итак, группа «Морской бульвар»! Ну, давайте, давайте Ир, я вообще, ну, джаз не особо, но я просто за тобой обязался Но ты знаешь, что-то в этом есть Да-да, здрасте, чего-то хотели? Шеф, краска для пола есть? А, да, конечно, есть Сейчас принесу Принеси-ка Так, пожалуйста, выбирайте Это что? Краска Я тебя просил для пола, а это для потолка А какая разница? Ну, будем считать, что шутка прокатила Добрый вечер Вы что-то хотели? Хотел Да перехотел Продавцов себе нормальных найми Да, сестер Удружила Ир, слушай, я хотел... Вот это, смотри Зацени Садимся, садимся, садимся Молодцы Сейчас она его размашит Елена Михайловна Елена Михайловна, понимаете, дело в том, что... У вас последняя пора? Да Тогда идите домой В следующий раз сделаем пару длиннее Тише Выходим тихо, как мыши Че это? Давай, давай Евгений Александрович Да, да Простите, Евгений Александрович Не хотела вас пугать Вот попробуйте Спасибо Ребята, а где? Вы так сладко спали Я их отпустила Я уволен Да что вы, Женечка Вы ведь тоже человек Устали за последний семестр Так, простите Меня ждут в кафедре Зам, зав В библиотеке Да, я пойду Че, друг, прощаешься с мобилой? Сегодня же последний день Так что фотка или телефон Да Да Ты был прав, старик Ирка мне не по зубам Пользуйся Эсэмэски потом сотрешь Привет Привет Ты знаешь Мне кажется Я подумал В общем Твой смеситель Надо купить новый Собирайся А Я Не рассчитывала Просто Я не очень В них разбираюсь Это романтический подарок Если мы не купим Новый смеситель То у тебя будет Постоянно срывать кран Ну Просто Как-то Неудобно Я не Уверена Что Я с места не сдвинусь Если ты не согласишься Пожалуйста Ладно О Привет А ты что здесь делаешь Ты почему на звонки Не отвечаешь Хотела, чтоб ты сам Меня нашел Не хочешь извиниться За что За что А ты считаешь Мало поводов Ты продинамил меня Когда предки были в отъезде Ты не звонишь Ты вечно куда-то убегаешь И у тебя постоянно Нет времени на меня Если так пойдет Я найду себе Кого-нибудь Более внимательного Зачем мне парень Который постоянно Меня игнорирует Точно Ты достойна лучшего Такой как я Тебе не нужен Ты что Меня бросаешь Не-не-не Это ты меня сейчас бросила А я кажется Влюблен в другую Извини Я конечно догадывалась Что ты тот еще сантехник Но когда ты спросила Не пластмассовый ли он Я поняла Что дело вообще труба Ты правда не знаешь Что не бывает Пластмассовых смесителей Даже моя Настя это знает Ну я Как ты мне кран тогда починил В интернете инструкцию ношу Ты не злишься? Работает же У меня для тебя сюрприз Пойдем Я знаю что ты любишь кататься Он закрыт на час Специально для нас Они не практикуют такую аренду Но директор мой Старый знакомый Так что Добро пожаловать А с чего ты взял Что мне это надо? Я хоть слово говорила Когда-нибудь о коньках Ты чего? Я думал Ты любишь кататься Я любила кататься Когда выигрывала турниры И мечтала стать чемпионкой А потом я получила травму И теперь я даже стоять на них Ровно не могу Если ты так любила коньки То почему нельзя научиться Встать на них заново? Ты пробовала? Нет у меня не получится Откуда ты знаешь? Хочешь я могу помочь? Нет не хочу И вообще Почему я должна Стоять здесь и Потому что нельзя жить в прошлом Оля Сегодняшний день Вот он Он прекрасен Он чудо Которое дарит тебе небо А ты вспоминаешь Как когда-то получила травму Оля Я Оля Ой! Слушайте, почему соус-то такой кислый? Вы где эту гадость заказываете? Кулинарии за углом. Милый, ну, мы просто не хотели тебя будить. Познакомьтесь, это мой Женя. Женя — это Артур, Никита, Аня и Светик. Добрый вечер. Здрасте. Кстати, был недавно во французском ресторане «Кухня Прованс». Писал о них, да. Вот там я понимаю соусы. Ликусь, этот соус действительно пахнет, как, как мазь от мазоны, а? Ну, так вы можете, в принципе, смело идти в Прованс прямо сейчас. Какие манеры? Лика, как ты живешь с этим грубияном в странной одежде? Ну, Женя просто не выспался. Никита, ну, с вами никто не сравнится по стилю. Это правда. Ам, простите, я на минуточку. Жень, ты что, обиделся? Ну, не дуйся. Никита известный певец, он ведет у нас музыкальную страничку. Ну, я очень хотела с ним познакомиться. Жень, ну, я очень хотела с ним познакомиться. Вот я надеюсь, что твои мечты сегодня осуществятся. Десять, двенадцать, четырнадцать, шестнадцать, четырнадцать. До начала смены еще два часа. А я за вещами пришел. Я увольняюсь. Больше не буду у вас работать. Ну, а какой из меня продавец? Никакой. Ага, смешно. Конечно, вам тут бетон продавать, это не лекции читать. Знаешь, почему я не читаю лекции? Потому что я не умею. А ты умеешь. Каждый должен заниматься своим делом. И вот это, это не твое. Понимаешь? Чего такой грустный? С Ликой поругались? Нет. Не поругались просто. Кое-что вот знали друг о друге. Слушай, ну, у тебя сегодня день прозрений. Поздравляю. Издеваетесь? Да нет. Просто моя сестра, это тоже не твое. Вы с ней из разных миров. Удачи тебе. Я в вас, кажется, ошибался. Ну, точно. День прозрений. Почему Тоша меня бросил? Ну, говори. Говори, пока я тебя не задушила. Ну, мы поспорили на Тошкин телефон, что он с сыркой Беляевой замутит. И что? Замутил? Как видишь, нет. Телефон-то у меня. Угу. Конечно. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Здрасте. Вон он. Привет. Ой. Привет. Давай помогу. Спасибо. Конечно. Ага. Я очень рад, что вы пришли. Для меня это очень важно. Нужна ваша помощь. Тебе со стройматериалами помочь? Нет, нет. Я уже давно уволился. Просто, даже не знаю, как сказать. Вы, вы не пугайтесь, главное. Все в порядке. Я обидел двух потрясающих людей. Двух лучших, друзей, не знаю, как извиниться. Ну, как, залезаешь на стол, издаешь характерный рев и кричишь, я осел. Ась, есть. Пусть лучше залезет на стол и похрюкает, да? Или так. Да. Значит, на стол. Стоп, 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 стоп. Что? Перестань. Остановись. Это что, люди же смотрят. Ой, да я вас прошу. Ты прав. Я действительно вел себя как осел. Вот как будто бы... Нагонец-то совесть проснулась. Был под гипнозом и проснулся. Ага. Да. А чего проснулся? Ой, ну ясно почему. Потому что избавился от гипнотизерши. Куда дел труп? Да ты что, куда бы я его без тебя делал? Я бы тебе позвонил, закапывать. Да, я правда, правда расстался с Ликой. Но очень по-взрослому. И правильно. Лично я для себя решил. Больше никаких романов. Так что предлагаю выпить за мужскую дружбу. Марта, прости, но ты же правильный парень. Ты поддержишь, правда? Можно? Ага. Извините. Ты… Ты куда? Алло. Месье поэт, способны ли вы простить мадам, которая испортила вам настроение? Да я уже и забыл про это. Как вы там? Как Настена? У меня тут скутер сломался. Прямо возле дома. Ты что-нибудь понимаешь о скутерах? Кто? Я? Да я с детства с ними вожусь. Могу разобрать и собрать с закрытыми глазами. Поможешь? Уже лечу. Кто-нибудь разбирается в скутерах? Хотя о чем я? Вы же интеллигенция. Ребята, вы такие, вы такие классные. Пока. Ну что, вот мы и остались вдвоем. Я… Я. Ты? Подожди одну секунду, я сейчас вернусь. Да, конечно, я буду здесь. Котик, а я тебя везде ищу. Почему ты меня ищешь? Так, мы расстались. Лика, тебе нужно срочно уйти. Давай. Давай, давай, давай. Глупости. Ну, ты назови хотя бы одну причину, по которой мы должны расстаться. И что? Я, между прочим, читала одну статью. В ней говорится, что люди с годами становятся очень сильно похожи. Ничего подобного. Давай, тебе нужно уйти. Котик, ну скажи мне, пожалуйста, ты что, нашел другую женщину? Да. Да, я нашел другую женщину, и она сейчас придет. Ну, зачем ты мне врешь? Кого? Меня. Мы встречаемся и хотим быть вместе. Вот это да. Освободишься? Позвони. Освободишься? Позвони. Догнать ее? Я не то, что ты сделала, да? То? Хочешь, я догоню ее и скажу, что мы с тобой не встречаемся. Нет. Ой, прости меня, пожалуйста. Я бы хотела… Так, ты что? Успокойся. Ты чего? Упусти меня. Ты чего? Наоборот, спасибо тебе. Да? Конечно. Ты меня спасла? Сливаем масло с двигателя, откручиваем… Откручиваем крышку сцепления, выкручиваем болт фиксации кик… кикстартера. Вынимаем вал, откручиваем корзину, снимаем диск. Проще еще двои закручить. Привет. 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 Ну, показывай своего зверя, что у него случилось. Ничего. Он не сломал. Просто захотелось выманить тебя на свидание. Я надеюсь, вы простите мне мою маленькую хитрость, месье поэт. Правда, мне неловко. Ты хотел сделать сюрприз, ты же не знал, что я терпеть не могу коньки. Я… Теперь очередь за мной. Я надеюсь, тебя не пугают скутеры? Я… Не пугают. Тогда поехали. 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 Я не знаю. Поехали. Я не знаю. Нормально. Я не знаю. Я не знаю. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Угу Мне кажется, влюбился Опять? Ты бы хоть перерывы делал Это другое, тут когда, знаешь, первый раз Кто она? Я её знаю? Ну, она, она ангел Ангел и самая прекрасная девушка Сомневаюсь Самая прекрасная девушка уже занята Её гадай Кем? Я Ника там Ушла 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 Она мне проходу не даёт, с ума сошла совсем Преследует Тоже мне, бином Ньютона Она ж в тебя влюблена из-за серёжки Ну Ну И находит тебя раз в сутки стабильно Ну Считай, постоянно под гипнозом Остаточный эффект А ты исчезни на подольше Она не будет видеть серёжку Разлюбит тебя Ты гений Ты гений Ты гений Я знаю Прошу Слушай, я ещё один классный джазовый альбом нашёл Одного не понимаю, зачем ты Гаррику телефон отдал? Ты же выиграл спор Маш, я не понимаю, о чём ты говоришь Извини, мы спешим Не, ну ладно, ты бескорыстна Но Беляева-то имеет право потребовать свою долю выигрыша Она тоже вроде как участвует Маш Уйми Стоп О чём она говорит? Так они же с Гариком поспорили на телефон, что Тоша тебя охмурит А ты что, решила, что он действительно в тебя влюбился? Прикольно Ты на себя давно смотрела в зеркало Беляева? М? Да на тебя только может положить глаз законченный ботан Антон, это правда? Я тебе потом всё объясню, Ир Да правда, правда Спроси у Гарика, он всё подтвердит Ир, подожди, Ир Ир, подожди Я не знал, я не знал, когда заключал этот дурацкий спор, что всё так выйдет Ты его выиграл Платье готово Марта 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 Если ждёшь звонка, позвони сама И вернёмся к работе Думаешь? Угу Ну ладно, хорошо Я так замёрзла, я готова в любой клуб Я так замёрзла, я готова в любой клуб А я готова на барной стойке Хорошо Хорошо сегодня глаз будет Это твоя машина? Машина? Конечно, моя, сейчас ещё Сейчас погрузимся, поедем, отдохнём как следует Главное, чтоб там были танцы Вадим Здравствуйте А, историк На свадьбу пришёл пригласить? Боже мой Какой красавец Нет Можно с вами поговорить Девчонки, подождите пять минут Только если пять А может возьмём его с собой, поговорите по дороге? Обойдётесь Он занят Чё тебе надо, историк Я… Я по поводу Лики Просто мы, мы друг другу совершенно не подходим Понимаете? Заберите её, пожалуйста, обратно Наигрался? Не знаешь, как бросить теперь? Вы не понимаете Вы просто тогда поссорились И я как-то случайно подвернулся Она хотела вам отомстить Ну, надо было тебе вмешиваться Ну, что? Я правда не хотел Так что, вы заберёте и… Ну, ты скоро? Едем? Праздник отменяется Как это отменяется? А как же кактус? Я хочу такивы Чувствуйся, девочки Поймайте такси и сами доберётесь Давайте, давайте Пойдём Ну-ка, злой Так, говори, что надо делать? Привет А я знала, что ты приедешь, котик Машину в аренду взял Прокатимся А ты молодец Я знаю Ну, что, куда поедешь? Вадим Вадим Вадим, Вадим, ты что делаешь? Выпусти меня Все под контролем Вадим, останови машину, ты что? Куда ты меня привёз? Вадим, отпусти! Отпусти меня! Я не вещь какая-нибудь Если нужно будет, я тебя на край света унесу Я люблю тебя, и только я могу сделать тебя счастливой Вот этот парк аттракционов на всю ночь наш И ещё, я хочу на тебе жениться С бриллиантами? Ну, да Ты моя куколка Добрый день, Елена Михайловна Садитесь Николай Владимирович, вчера вечером я узнала, что вы уволили Дарью Панкову Не подскажете, на каком основании? Разумеется Вы же знаете, что у Дашиных студентов самая низкая успеваемость И я её не увольнял, а предложил написать заявление по собственному желанию Форма не имеет значения, сама бы она не ушла А зря Наверняка у Даши есть другие таланты Да как вам не стыдно? Елена Михайловна, то, что Даша ваша дочь, вовсе не означает, что она хороший педагог Прежде чем пойти на этот шаг, я внимательно изучил её деятельность ещё со времён аспирантуры Обратила внимание, что большая часть её студентов просились в другие группы только потому, что они ещё не понимали в её предмете Если они идиоты, моя дочь в этом не виновата Я прошу вас извиниться перед ней и пригласить вернуться Я её не обижал И извиняться мне не за что Тогда я снимаю вас с должности Разве вы имеете на это право? По нашему внутреннему уставу, полное За несоответствие должности Женечка Здрасте Евгений Александрович С сегодняшнего дня вы исполняющий обязанности заведующего кафедрой До очередных выборов Да ладно Я... Подождите, я... Я Николай Владимирович, как так? Женя, у тебя всё получится Ну да Марта Женя, привет Ага А что происходит, Жень? Я два дня не могу до тебя дозвонить Да, тут такая карусель началась, просто меня сделали как-то неожиданно его завкафедрой А потом столько работы было, что так занят был очень Настолько занят, что не мог найти две минуты и позвонить мне Да просто понимаешь Женя А Что между нами происходит? В смысле? Мы с тобой друзья А что? Марта Марта, ну подожди, я... Я не это хотел сказать Извини, у меня тут такой бардак Никакого бардака Вот появятся у тебя дети, тогда ты поймешь, что такое настоящий бардак А я не против И убираться я люблю Посуду мыть ненавижу, а так... А я наоборот люблю Ищу шампанского? Нет, лучше чай А... Один минутой Да Уй Уй Субтитры делал DimaTorzok А вот и чай Значит, Марта, это твоя сестра, так? Оль, я должен был тебе сказать И я хотел сказать Честно, собирался Просто Тебе нужна была помощь Вы обманывали меня Устроить ко мне в дом свою сестру Зачем? Ты шпионил за мной? Вы что-то про меня выведывали? Нет, ну знаешь ли Оль! Да я видеть тебя больше не хочу Послушай меня И слышать тоже Ну не плачь Ну расскажи мне Все-все, шептала Наташа Тебе тогда очень хотелось Пойти с нами, да? Очень Я всегда одна Привет Привет Ты рано Настена, иди, пожалуйста, в свою комнату Нам с Мартой надо поговорить Ну, мам! Пожалуйста, котенок Ладно Да, давай Как ты? Что-то случилось? Мой кавалер оказался обманщиком Он забыл меня предупредить Что у меня дома работает его сестра Которая поставляет ему какую-то информацию обо мне Или я не знаю Я уже не знаю, что о вас думать Оль Я обидела тебя Извини меня, пожалуйста Я тебе с самого начала хотела сказать правду Но не сказала Оля, Марта, пожалуйста, уходи Вот такие дела Я сам во всем виноват Не надо было ей врать Да ты обожди немного Она успокоится Нет, нет Это все Все разбито в дребезги Так мне и надо Ладно, не будем об этом Как твой ангел? Ой, да Никак Никак Подожди Ты избавился от Лики А завоевать новую девушку Для тебя расплюнуть? Так в этом И проблема Ну, если вот сейчас мы с ней начнем Ну, в смысле Там Ну, у нас все начнется Понимаешь То Я буду знать, что это Сережка Вот так И никогда не смогу себе сказать, что она меня любит Всегда буду знать, что это обман Вообще Это железяка меня достала Я хочу, чтобы меня любили таким, какой я есть А не вот с этой всей магией Похоже, ты и вправду влюбился Когда ты был слегка тебя, это мало волновало Ну А знаешь что? Ты чего? Иди сюда Я не хочу Встань и иди сюда Дим, ты чего? Я, Дим, я кофе не допил Ну Сними ее Серегу Так Надо ее выбросить Я даже не думал, что ее можно выбросить Ты гений Я знаю Хоть да Волшебно Больше никакого волшебства Больше никакого волшебства Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова